Всем привет! Меня зовут Евгений Киселёв и вы смотрите мой YouTube-канал, который называется моим именем и фамилией. И сейчас я хочу поприветствовать на канале моего старого друга и коллегу журналиста Сергея Пархоменко, Сергея Борисовича. Милости просим. У нас такой сегодня будет немножко необычный разговор, потому что это будет не интервью мое с Сергеем Пархоменко, а интервью обоюдное. У меня есть свои вопросы к знаменитому российскому журналисту, а у него, насколько я знаю, свои. Ну, поехали. Первое, о чем я хотел спросить, так сказать, на злобу дня. Вот этот вот пресловутый визовый вопрос, который, похоже, чуточку подпортил, если не сказать, испортил российских эмигрантов и российскую эмиграцию. Что вы по этому поводу думаете? На чей вы стороне? Те, кто говорят ой-ой-ой или те, кто говорят, ребята, а что вы ожидали? Должен сказать, Женя, что я наблюдаю за этой дискуссией с изумлением. И изумление мое имеет несколько причин. Одна причина заключается в том, что весь этот большой разговор начался с, как это было сказано в газете «Вашингтон-Пост», обширного интервью президента Зеленского. Но проблема заключается в том, что этого интервью никто никогда не видел. Оно не было опубликовано. И оно не опубликовано до сих пор. Опубликована небольшая заметочка, где сказано, мы взяли обширное интервью президента Зеленского, в котором он, в частности, говорит вот это. И там есть три фрагмента, касающихся, вот, значит, статуса российских путешественников. В каком контексте это было сказано? Отвечая на какой вопрос? Что еще сказал президент Зеленский до этого? Что он сказал после этого? Что вообще он в точности имел в виду? Осталось неизвестным и неизвестно до сих пор. А дискуссия тем временем продолжается. Я замечу, что это второй такой случай за последние несколько дней. А первый такой случай – это пресловутый доклад Amnesty International, которого никто никогда не видел. Он не был опубликован. Опубликован только пресс-релиз от него. Так что это вот два, по меньшей мере, в последнее время случая такого странного как-то возбуждения непонятно на что. Надо сказать, что с тех пор президент Зеленский успел высказаться, как вы знаете, на эту тему еще раз. И позиция его довольно сильно изменилась по сравнению с той, которая была изложена, чуть не сказал, в том большом интервью. Я не видел большого интервью, но в той заметочке, которая была посвящена большому интервью. Это первое мое удивление. Второе мое удивление заключается в том, что ну как-то немножко странно думать, что решения или там какие-то идеи, какие-то обсуждения, какие-то предложения, связанные с судьбой сотен тысяч людей, а сотни тысяч людей на самом деле покинули Россию после начала войны, что это как-то останется незамеченным. Странно, факт обсуждения этого называть испортил русскую публику. Что испортило русскую публику? Что им не все равно, что с ним будет происходить дальше, что ли? Вас это удивляет? Вам кажется странным, что люди обсуждают решения, которые их касаются? Они должны были что? Сделать вид, что они не слыхали этого, ничего не знают об этом. Ну да, они обсуждают это. Действительно, значительное количество людей, которые бежали из России, опасаясь политических репрессий, или, например, это тоже касается довольно большого количества людей, которые обнаружили свою профессию, прекратившейся в России. Например, это профессия ученого. Ее в России больше нет в том виде, в котором она существует в современном мире. Всякого ученого? Всякого ученого, потому что российская наука полностью изолирована от мировой. Вообще совсем. Не существует никаких научных контактов больше, разрешенных государством. Все они запрещены. Есть несколько демонстративных случаев, когда ученых сажают по обвинению в государственной измене или в шпионаже за то, что они прочли лекцию, публичную лекцию студентам в зарубежном университете. Один из этих ученых умер через два дня после того, как его отправили в СИЗО, потому что у него была четвертая стадия рака, но его все равно отправили в СИЗО, потому что это была показательная акция, демонстративная. Так вот, российские ученые стоят сегодня, все до единого, стоят сегодня перед этим выбором прекратить заниматься наукой или заниматься наукой где-то в другом месте. Секундочку. Сергей, секундочку. Я все-таки хотел бы уточнить, но а как было в советские времена? Неужели было больше контактов, связей, поездок за границу на научные конференции, обменов и так далее? Ну, это немножко смешная как бы метода, сравнивать с советскими временами и говорить, ну вот в советские времена же было и ничего. В советские времена были сигареты столичные. В советские времена были сигареты столичные. Это же не значит, что мы должны курить сено как-то и соглашаться с тем, что мы курим сено. Нет, мы хотим курить табак, те, которые хотят курить. Так же точно в советские времена, да, были большие проблемы в научных связях между российской наукой, советской наукой, я хотел сказать, и международной, но только эти проблемы были формализованы. Человек, который получал разрешение поехать за границу и прочесть лекцию, знал, что по возвращению его не посадят за государственную измену, потому что он получил это разрешение. Контакты были ограничены, но у них были правила ясные. Сейчас нет никаких правил, есть произвол. Вообще произвол это важнейший элемент тоталитаризма, важнейший элемент террора. Российский режим сегодня террористический, тоталитарный режим правит на основе произвола. Вот, тоже касается профессии журналиста. Журналисту сегодня предлагается выбор из двух вариантов. Прекратить заниматься профессией своей или фактически уйти в полуподполье, понимая, что каждый день, каждое утро ты как-то рискуешь обнаружить у себя под дверью людей, которые пришли к тебе с обыском и дальнейшим допросом и дальнейшим арестом. Или уехать. Таких людей в России довольно много. Многие из этих людей вынуждены покидать Россию, имея те документы, до которых они успевают дотянуться. Некоторые, никаких документов. Вот есть пара стран, в которые можно уехать, даже не имея российского загранпаспорта. Такие страны есть. По внутреннему паспорту можно уехать. Можно уехать, не имея никакой визы. Такие страны тоже есть, которые без визового принимают российские граждане. Много стран есть, которые принимают российские граждане, если получить обычную, ну, то, что называют туристической визой. Ну, правильно называть ее неделовой. Ну, и люди уезжают. Они не едут на пляж. Они не едут на миланскую распродажу. Они не едут любоваться музеями и выставочными залами. Они едут в эмиграцию с туристической визой. Теперь им сообщают, что вполне вероятно, этой возможности для них больше не будет. Более того, может быть, кого-то, кто уехал в эмиграцию с туристической визой и сейчас занят оформлением там своего другого статуса, принудительно вернут обратно. Это людей беспокоит. Вы это называете «испортило российскую оппозицию», а я это называю «это беспокоит людей». Вот есть один очень известный в Москве врач. Я не буду называть его имени. Это мой близкий друг. Он на самом деле врач с мировым именем. Причем это семья врачей. Его жена тоже врач. Он человек, придерживающийся очень яркой и ответственной гражданской позиции. Человек очень храбрый, сказавший, написавший очень много всяких очень правильных слов в последние месяцы. Да и сильно раньше. Например, он был одним из тех врачей, которые очень активно пытались выяснить, что же произошло с Алексеем Навальным, когда его отравили и очень активно атаковал публично тех врачей, которые стали, так сказать, инструментом лжи. Тогда, когда они объясняли, что с Навальным не произошло ничего особенного, что это вот там какой-то диабет или что-то такое, что-то непонятное. Ну вот тоже он, наконец, кажется, собрался уехать из России. У него шенгенские туристические визы. Одно из европейских стран. Я просто с ним переписываюсь ежедневно в последние дни. И знаю эту историю. И непонятно, сможет он с семьей выехать. Он не на пляж едет. Точно не на пляж. Таких случаев довольно много. Короче говоря, я считаю, что реакция той части, надо заметить, небольшой части российской публики, которой это все касается, но статистически в России все-таки живет сильно больше ста миллионов человек. И известно, что очень небольшая доля из этих людей имеет загранпаспорта, а тем более какие-то визы, и вообще интересуется чем-то таким, и вообще обсуждает это все. Это все вообще в пузыре происходит. Так вот, мне реакция этого пузыря кажется абсолютно естественной, существенной, не связанной с желанием лежать на лежаке под зонтиком, или покупать сумочку Прада, или наблюдать картины в Лувре. Речь идет о жизни, в некоторых случаях и смерти, когда речь идет о тех людях, которые подвергаются репрессиям, или могут подвергаться репрессиям, типа ученых, самых разных ученых. Это естественная реакция. Эта реакция совершенно очевидна, обеспокоена. В ней нет ничего предосудительного, в ней нет ничего неожиданного, в ней нет ничего преувеличенного, на мой взгляд. С другой стороны, есть реакция небольшой части украинской публики, которая с воем вторглась, я бы сказал, с восторженным воем, вторглась в социальные сети и там ликует. Вот это ликование мне представляется довольно, ну, тут понятным, на самом деле, очень объяснимым, потому что люди измучены войной и измучены ощущением как бы невозможности дотянуться до того, кто виноват в этой войне и тех, кто виноват в этой войне. У украинской публики, вот этой фейсбучной публики, квитерической публики, инстаграмической публики, тех, кто вот как-то продолжает активно существовать в этих социальных сетях, причем приходит с этим, так сказать, в российский сегмент, к сожалению, этих людей, к огромному сожалению, у них мало возможностей воздействовать на ход войны, а их это очень мучает. Им очень хочется дотянуться до горла тех, кто все это организовал. Я их очень понимаю, мне тоже очень хочется дотянуться до горла. Но когда дотянуться не удается, то дотягиваются до тех, кто ближе. Ну вот как-то Путину невозможно сказать это все, он не слышит, до него не докричишься. А мне можно, я услышу. Поэтому можно прийти ко мне и сказать, как вы меня ненавидите. Потому что я рядом. Хорошо, а что делать с реакцией третьей стороны? Под третьей стороной я имею в виду страны Евросоюза, которые сейчас одна за другой начинают выступать за то, чтобы прекратить выдавать визные визы российским гражданам. Их немного, но они есть. Во-первых, говорить обо всех этих странах, как о какой-то стране, третий, четвертый или пятый, невозможно. Они все действуют по-разному. Эстония действует даже внутри балтийских стран. Позиция Эстонии одна, позиция Литвы совершенно другая, позиция Латвии третья. Позиция Финляндии четвертая. Позиция Германии совсем пятая. И так далее. Нет никакого единого фронта. Это первое. Второе. Там тоже есть этот эффект фрустрации, я бы сказал. Хочется сделать что-то решительное. Был период, когда казалось, что те санкции действительно совсем не похожи на санкции, которые до сих пор применялись к России, начиная с 2014 года, начиная с крымской агрессии, крымской аннексии. Сейчас санкции совсем другие. И был период, когда казалось, что вот эти санкции будут работать. Вот сейчас оно даст. Вот сейчас мы увидим. Это совсем-совсем другое дело. Оказалось, что это только отчасти так. Не то, чтобы это совсем не так, но это только отчасти так. Оказалось, что действие этих акций, этих санкций существует, но оно длительное, оно постепенно развивающееся, оно не моментальное. И кроме того, да, оно чревато обратным эффектом, оно чревато сложностями, лишениями, какими-то проблемами для тех стран, которые накладывают эти санкции. Население этих стран не всегда этим довольно, а точнее всегда недовольно. Политики испытывают большие проблемы с этим, потому что им нужно как-то договариваться со своим собственным населением, иначе это собственное население их просто снесет при следующих выборах. В общем, все оказалось гораздо сложнее. И вот это вот ощущение, что надо что-то сделать, очень хочется сделать что-то решительное, что-то такое, что-то такое моментальное, вот как-то врезать, вот чтобы, вот примерно такое чувство. И опять выясняется, что врезать-то можно только по тем, которые рядом, и которые, в общем, не ответят. На мой взгляд, у этих самых европейских стран есть другие возможности. Ну, например, просто для первого, что приходит в голову, я бы назвал знаменитый список шести тысяч негодяев, подготовленный соратниками Алексея Навального и одобренный европейским парламентом в качестве основы для дальнейших персональных санкций. Вот это хорошая вещь, серьезная вещь, но она требует труда, она требует дебатов, она требует дискуссий, она требует организационных усилий, она требует потом, так сказать, усилий для применения этих санкций, для слежения за ними. Это гораздо сложнее, чем с размаху сказать. Этих всех не пустим, а вон тех отправим обратно. Это просто, это почти ничего не стоит. Дешевая вещь с точки зрения усилий. Так что, во многом это объясняется еще и этим. Вот этим желанием сделать какое-то резкое решительное движение, а какое, не очень понятно. Поэтому делается вот такое. Ну и, конечно, было бы неправильно, если бы я не сказал, что это содержательно, очень вредная затея. Можете как-то считать, что я горюю о том, что я не смогу ездить на пляж. Ну, назовите меня любителем пляжей. Но я вам все-таки скажу, дорогие друзья, что это вредная затея, она увеличивает мобилизационный потенциал тоталитарного режима, оставляет в его руках большое количество людей, которые нужны этому тоталитарному режиму. И в противном случае режим пострадал бы от их отсутствия. А в случае, если эти меры будут применены, не пострадает. Вы этого хотите? Подумайте об этом. Кроме того, он снижает потенциал протестов, потенциал сопротивления, потому что те люди, которые сейчас в России продолжают то, что они могут. Ну, например, вот последние оставшиеся журналисты. Их немного, но они есть. Особенно в российской провинции, где-то в глубинке, есть небольшие медиа, которые продолжают писать о том, как война приходит туда, вот в глубину России. Как туда приходят гробы, как люди на это реагируют, как люди относятся к тому, что у них забирают их детей и их мужей. Они продолжают писать об этом. У них сегодня есть хотя бы теоретическая возможность. Ну, вот если совсем придут, возьмут заглотку, ну, уедем. Вы хотите их лишить этой возможности? Они не на пляж поедут. Они уедут в том случае, когда их возьмут заглотку. Хотите лишить их этой возможности? То есть хотите, чтобы они заткнулись? Ну, они заткнутся. Если вы приложите еще немножко к этому усилию, еще добавите, еще соединитесь с Путиным и его спецслужбами, еще поможете спецслужбам Путина их заткнуть, а вы помогаете. То, что сказал Подаряк недавно совсем, что вот это как бы единственное, что всколыхнуло. Откуда он знает, что всколыхнуло? Он судит почему? По Фейсбуку, вот поэтому. Это путь к бунту. Ну, понятно, что он ориентируется на, говоря эти слова, ориентируется на внутреннюю аудиторию, хочет понравиться какому-то количеству своих подписчиков. Пишет то, что им должно понравиться. Говорит то, что им должно понравиться. Но по существу-то это ложь, по существу это мера, которая осложняет возможность протеста. Если он хоть что-нибудь понимает, если в нем осталось хоть какие-то элементы профессионализма, а это вообще-то его профессия анализировать ситуацию, делать из нее правильные выводы. Интересно, он такие советы дает президенту Зеленскому? Он правда ему объясняет, что это путь к бунту? Он до такой степени путает президента Зеленского и создает у него неправильную картину мира? Бедный президент Зеленский, опирающийся на таких советников. Ну, господин Подоляк, вообще-то советник главы общества президента, а не советник Зеленского. Ну, таким образом он хорошо через рояль двойной репетиции, знаешь, он через, так сказать, через еще одно колено советует президенту. Он советует главе офиса, а глава офиса советует президенту. Ну, все-таки, Сергей, у тебя нет, значит, никаких вопросов к многочисленным постам. Я понимаю, что это пузырь, что это очень небольшая часть российского общества, но в соцсетях... Каким именно постам? Вот процитируй, пожалуйста, какой-нибудь пост, который должен меня возмутить, где сказано очень плохо, что людей, которые уезжают из России, уехали из России, потому что, так сказать, не хотели в ней находиться после того, как началась война, очень плохо, что их вернут. Это тот пост, который должен меня возмутить? А что здесь? Я говорю о периодически звучащих сетованиях на то, подождите, мол, а при чем тут я? Я за Путина не голосовал, я Путина не поддерживал, почему меня наказывают? Ну, это же обычно только начало позиции, дальше начинается какое-то объяснение. Я за Путина не голосовал, я Путина не поддерживал, но я делал то и все, и пятое и десятое. Это тогда никаких объяснений нет. А теперь я уехал. Ну, окей, я не понимаю, в чем я должен укорить этих людей. В том, что они реагируют естественно, они видят глупую меру, направленную против них. Они говорят, какая глупая мера, она будет иметь плохие последствия. Они это облекают в какую-то личную форму. Ну, это живые люди, да, они волнуются, они нервничают, беспокоятся, огорчаются. Иногда реагируют рефлекторно на что-то. На самом деле, аналогии, которые существуют, аналогии с нацистской Германией, не зря же мы так много приводим этих аналогий. Российский режим действительно очень похож на нацистский сегодня во многом. И его родниц гитлеровским режимом очень многое. Так и это тоже, да, это корректная аналогия. Действительно, действительно огромное количество немцев сначала не поддерживали Гитлера и НСДАП, а потом уехали из Германии. А потом часть из них вернули обратно. И этим людям, возвращенным обратно, сегодня в некоторых европейских городах стоят памятники. Мемориалы стоят. Мемориал людям, которых наше правительство выслало обратно в Германию. Погуглите, такие мемориалы есть. Такие мемориалы, если будут приняты какие-то глупые радикальные решения, и за ними будут такие же последствия, как в Германии, что вполне возможно. Такие мемориалы будут стоять и в Таллине. И где еще там они могут стоять? Кто еще придерживается наиболее радикальной позиции по этой части? Ну вот, кажется, кстати, только Эстония. Ну, отчасти Латвия в какой-то месте. Да нет, министр иностранных дел Литвы, младший Ландсбергис тоже высказался достаточно жестко. Ну, надо сказать, что... Не очень удачно. Надо сказать, что Литва проделала громадную работу для того, чтобы вытащить из России большое количество журналистов, гражданских активистов, правозащитников и так далее, и продолжает ее делать. И Литва на самом деле лидер этого. И Россия выслала посла и по существу закрыла литовское посольство из-за этого. Из-за того, что литовское посольство систематически вывозило из России людей. Я знаю, у меня есть очень много знакомых, которые таким образом покинули Россию, получив спешно литовскую визу тогда, когда вот совсем-совсем уже, так сказать, над ними повисло. Вот, поэтому... В Литве действительно больше всего иммигрантов из России. Да, и надо сказать, что... И, кроме того, наибольший статус благоприятствования. Да, и надо сказать, что я вижу, что во многих странах сейчас делается уже очень тщательное вот это как бы разделение, развлечение на разного рода мотивы, так сказать, тип визы у человека может быть и такой же, но уехал он совершенно по-другому, и это понятно. И во многих странах появляются специально созданные так называемые гуманитарные визы, на которые можно заменить этот, так сказать, первичный статус. И там делается очень ясное развлечение, действительно, между людьми, которые хотят в отпуск, которые едут с туристическими целями, и людьми, которые уезжают из России, потому что это политическая иммиграция. Вот эта, так сказать, разборчивость чрезвычайно важная вещь. И она характеризует Литву сегодня, она характеризует и Латвию, несмотря на высказывания каких-то режиссеров, но на самом деле власти латвийские делают нечто совсем другое и создают режим благоприятствования для многих и российских медиа. Я знаю, что была целая конкуренция за то, кто возьмет себе редакцию «Дождя». Это прямо они соперничали между собой. И Латвия предложила условия, которые журналистам «Дождя» показались наиболее благоприятными в деловом смысле. Там речь идет о регистрации компании, создании статуса для сотрудников, ввозе оборудования, режиме передвижения и так далее. Это совсем не только вопрос там каких-то там бытовых удобств. В Риге не так много бытовых удобств на самом деле. Это не самый удобный для жизни город в мире. Но тем не менее, Латвия очень хотела дождь и была очень рада этому. Так что это различие делается, и это очень хорошо. Оно делается и в Германии. И, например, Германия в этом смысле медленно... Ну, все знают, что в Германии довольно могучая, так сказать, бюрократическая армия. И государство устроено сложно. Но тем не менее, Германия последовательно, логично движется в этом направлении в том, что она умеет различать людей, которые приезжают с туристическими целями, и людей, которые приезжают, потому что это политическая эмиграция. Так что в целом результат этого, пожалуй, будет хороший. Я думаю, что это поспособствует тому, что будут созданы вот эти специфические возможности для тех, кто едет по существу. Будет развиваться этот институт гуманитарных виз, всяких специальных статусов, возможности получить политическое убежище в особых случаях и так далее. Это продвинется в результате всей этой дискуссии. Но нервов потрачено очень много. Это факт. Милости просим, Сергей. А, теперь мой вопрос. Да, я не забыл. Да-да, нет, вопросы у меня есть, да, и теперь моя очередь. А он похожий на самом деле вопрос. Он как бы тематически смежный, может быть, с этим, но почему-то об этом совсем не идет речь. Я, как у человека, у тебя как у человека, живущего много лет в Украине и знающего, что происходит именно внутри Украины, вот что хочу спросить. А что известно об украинских гражданах, уезжавших на заработки в Европу? Мы знаем, что это было достаточно много. После, так называемого, без виза, хотя, как я понимаю, он не дает сразу формального права на работу в европейских странах. Но, тем не менее, поток людей, уехавших, был довольно большой. Что стало с этими людьми? Известна ли в Украине какая-то статистика на этот счет? Многие ли из них вернулись? Или как они участвуют в событиях, находясь там, где они оказались? Вообще, вот эта часть украинского общества, украинская диаспора, каким образом участвует сегодня в жизни воюющей Украины? Во-первых, есть очень приблизительные оценки того, сколько людей вернулось и сколько людей осталось. Скажем так, есть более или менее надежная цифра, что около полумиллиона граждан, которые находились на заработках в разных странах, Евросоюза, прежде всего в Польше, но не только в Польше, с началом войны вернулись на родину. Причем 75-80% этих людей – мужчины, которые пошли воевать. Что касается всех остальных, сказать очень сложно, потому что всерьез учет людей, которые уехали за границу в качестве так называемых зарабетчан, то есть людей, которые уехали на заработки, не велся. Точно было известно, что примерно 15 миллиардов долларов они перевели домой в качестве средств заработанных. То есть на самом деле довольно большой инвестиционный поток, если угодно, шел 15 миллиардов – это вот за 2021 год. понятное дело, что сейчас этот денежный ручеек начнет, наверное, мелеть, во всяком случае, в ближайшее время. Но вот мои личные наблюдения сводятся к тому, что многие, тем не менее, остаются. статистика примерно такая, что около 10, даже 10 с лишним миллионов украинцев – это в целом перемещенные лица. Примерно 6 миллионов уехали за пределы Украины, но при этом около 3 миллионов вернулось. То есть все помнят жуткие многокилометровые пробки, которые в первые дни войны стояли на разных направлениях, которые вели прежде всего к польской границе, а также к другим внешним границам Украины. А буквально через 2 месяца, 3 месяца, вот уже в конце апреля, в мае, в начале июня очереди стояли уже в другую сторону. И все, кто возвращался, рассказывали, боже мой, как же много людей едет назад. Я не думаю, что существует надежная статистика относительно того, сколько людей уехало насовсем, а сколько сейчас курсирует между странами Европы и Украины. И в данном случае я не пытаюсь вкладывать в это какой-то отрицательный смысл или говорить о том, что люди пользуются своими привилегиями. Ни в коем случае нет. Но большинство людей, уехавших в первые дни войны, уехали, что называется, в чем были, похватав вещи, документы. Приехали в Польшу, в Словакию, кто-то поехал дальше, в Германию, в Испанию, в Италию, даже в Соединенные Штаты, в Великобританию, и в Штатах, и в Великобритании. Есть значительно меньшее, но есть украинская диаспора, появившаяся именно в связи с военными действиями. А потом люди начали понимать, что кто-то забыл паспорт или какие-то другие документы, и нужно, что называется, нож в горло, обязательно эти документы заполучить. Кому-то понадобились лекарства, кому-то понадобились какие-то семейные ценные вещи. Ну, вот, во всяком случае, если брать Польшу, самую близкую к Украине страну, куда уехало больше всего перемещенных лиц из Украины, это примерно 3 миллиона, пришлось именно на Польшу, то там постоянный трафик. Люди едут туда, обратно, возвращаются, опять едут. Ну, здесь же надо понимать еще один такой очень важный вопрос, что уехали в основном старики, женщины, дети. По украинским законам только многодетные отцы, у которых трое и более детей, могли пересечь границу и уехать в Украину. Ну, в определенном возрасте, разумеется, в призывном возрасте от 18 до 60 лет. Поэтому очень многие женщины и дети, которые постарше, часто возвращаются обратно на несколько дней, неделю. Если мне память не изменяет, на месяц, до месяца разрешается украинским гражданам, которые находятся в качестве перемещенных лиц на территории Евросоюза, и прежде всего в Польше, разрешается на месяц возвращаться на родину. Не более того, если проходит больше месяца, то они теряют свой статус. Ну, я просто знаю, у меня множество таких примеров, что люди уезжают на пять дней, на неделю проведать своих мужчин. Детей, отцов, мужей, потом возвращаются обратно. Вот примерно так картина выглядит. Понятно. Моя очередь. Совсем про другое. Дело в том, что это твоя коронная тема, и я хотел бы к ней в очередной раз вернуться, просто воспользоваться нашей встречей в эфире Ютуба. Несколько раз в твоей журналистской биографии ты обращался к теме кремлевского мистицизма. В свое время, еще в середине 90-х, наверное, был год 95-й, когда еще не было интернета, а был только телевидение, допечатанная пресса, Москва зачитывалась твоими статьями про кремлевского Мерлина, так называемого. Был такой вот генерал Григорий Рогозин, который... Георгий. Георгий. Георгий Рогозин, я прошу прощения, Георгий Рогозин, который... Георгий Юрьевич, его, по-моему, назвали, который вот был заместителем начальника службы безопасности президента, президента Ельцина, и который всячески внедрял разные оккультные практики от астрологии до экстрасенсорики. И в частности, вот один из его сотоварищей по службе в этой организации, другой генерал Борис Ратников, это он на самом деле рассказал в свое время журналистам про то, что якобы они установили какой-то контакт с подсознанием Маделин Улбрайт и... Да, и читали ее мысли на расстоянии. Да, прочитали ее мысли, что она хочет прибрать к американским рукам российские природные богатства, а потом методом хорошо организованных технических вбросов Эта информация была легализована до такой степени, что даже Владимир Владимирович Путин ее в какой-то момент на одной из своих то ли пресс-конференций, то ли прямых линий с народом комментировал. Но были и другие случаи, о которых ты писал в более позднее время, и с Рублевской Троицей, и с поездкой Путина на Афон, которая имела непосредственное отношение к его неожиданным решением. Вот мог бы ты на эту тему поподробнее выбираться? Я бы сказал, что здесь надо разделять две темы, два сюжета. Во-первых, конечно, в российской политике, как и до того, в советской политике и в политике постсоветских стран, я думаю, что Украина не исключение, тоже, как и все остальные постсоветские страны. Было достаточное количество мошенников, которые разного рода мошенническими манипуляциями вымогали из людей, которые управляли государством, в конечном итоге из государственного бюджета, вымогали много денег, много влияния, много бизнес-возможностей и всякого прочего. Такие прям настоящие мошенники, которые что-то там лечили заговором, устанавливали кровать по меридиану, значит, внедрялись в чужие мозги, там, снимали энцефалограмму с черепа, с черепа давно умершего человека и так далее. А потом все это, так сказать, продавали властям задоры. Это, видимо, неизбежная, так сказать, неизбежный эффект переходного периода. Ну да, этих людей надо находить, ловить, разоблачать, отсмеивать. Когда появляется возможность, то судить и сажать. Ну, мошенники есть мошенники. Но есть другая тема. Это тема такого перерождения мировоззрения людей, которые оказываются у власти в России. Ведь надо отдавать себе отчет, что люди, которые оказались во главе России, это люди, которые совершенно этого никогда не ожидали. И для которых это стало результатом цепи каких-то для них самих необъяснимых таинственных событий и совпадений. Это действительно так. Это люди откуда-то и, так сказать, из, я бы сказал, мелких мафиозных кругов или какого-то чиновничества маловлиятельного или офицеров, совершенно обанкротившихся в какой-то момент и потерявших политическое влияние спецслужбы под названием КГБ, полуразрушенные, и как бы которая тряслась за свое существование каждую минуту. И вдруг что-то такое случилось, в результате чего они взлетели на самый верх и как-то страна оказалась в их руках и у их ног. Возможности их стали по существу безграничны. Дальше им стало казаться, что они миром управляют, что они как-то пересаживают с места на место американских президентов, что они организуют перевороты и всякие создают оппозиционные экстремистские партии в европейских странах и так далее. В общем, им показалось, что они бога за броду схватили, коротко говоря, как это называется по-русски. И это не могло пройти бесследно для их собственных мозгов. А поскольку реальной какой-то глубокой семейной, скажем, духовной культуры у этих людей нет, вот бывают семьи, которые с поколения в поколение глубоко верят, являются там практикующими православными, католиками, иудеями, мусульманами. У них есть какая-то глубокая связь с верой и церковью. Они умеют различать веру и церковь, понимаешь, это две разные вещи. Это одно, а другое дело, когда люди вот совершенно как-то на новенького попадают в эту, как бы, под это влияние, да еще и находятся рядом люди, которые с удовольствием готовы этим воспользоваться, и тогда возникает вот такая, надо сказать, очень неприятная практика такого обряда бесия, когда внешняя сторона, какие-то действия, вот какие-то свечки, иконки, вот здесь постоять, там полежать, здесь поговорить, посидеть на каком-то важном стуле, поехать к какому-то важному старцу, вот вся вот эта внешняя обрядовая, какая-то, я бы сказал, такая суетливая сторона заменяет собою реальную веру, какие-то духовные основы, понимание каких-то великих священных текстов и так далее, и так далее, вот это в полной мере можно сказать о самом Путине, он человек, который непрерывно что-то такое суетится по православной части, вокруг него огромное количество всегда было вот этой шушеры в рясах, людей, которые там делали свои какие-то маленькие карьерки, и сначала маленькие денежки, а потом громадные денежищи на том, что они оказывали это влияние, которые его возили куда-то, привозили к нему какой-то поезд Богородицы, какую-то большую берцовую кость какого-то такого-то и как-то вот, как-то давали ему подержать, и всякое такое, бесконечное это происходило. Последнее время еще сверху на это навьючился Шойгу со своими в прямом смысле этого слова, языческими какими-то делами, который стал его возить на Алтай, возить куда-то в Туву, там какие-то таинственные какие-то места, какие-то удивительные камни, странные леса, непонятные сооружения, вот этого всего стало еще дофига. Вот, короче говоря, действительно, мы видим, что Путин полон суеверий, суеверий, это вера в суе, вера зря, вот этих зря верий, он этим окружен и этим наполнен, и он бесконечно находится в каком-то сложном диалоге с начальством, там вот у него наверху сидит начальство, с начальством можно перетереть как-то, можно договориться, и были решения, которые вот таким образом принимались, я абсолютно уверен, что, скажем, решение выпустить Ходорковского, элемент вот такой сделки как-то, которую он сам с собой заключил по какому-то поводу, или я думаю, что не обошлось без этого в истории с Надеждой Савченко, которая была выпущена совершенно как бы против всякой логики того, что с ней происходило в этот момент и так далее. Путин хотел попасть на Афон, ему Богородица Он бесконечно ехал на Афон, да, он раз приехал, ничего не получилось, два приехал, ничего не получилось, три приехал, там были какие-то тоже бесконечные какие-то знамения, он видел какую-то ослицу, которая впереди него ходила, как-то весь трясся над этой ослицей, потом он сидел в кресле на таком троне каких-то византийских первосвященников, есть съемки этого, как он совершенно с остановившимися глазами, вцепившись в подлокотники, сидит в этом кресле и всякое такое. Понятно, что есть достаточное количество мошенников, которые это все культивируют и которые на этом выращивают свое влияние и тоже свои бизнес-возможности и все остальное, но человек должен быть к этому склонен, а он к склонен. Слушай, а вот скажи, пожалуйста, как ты думаешь, он испугался, когда Геннадий Корбан Днепропетровский, ну, Днепровский сейчас уже Днепропетровский, уже сейчас Днепр, Днепровский бизнесмен и руководитель территориальной обороны Днепра пригрозил Путину еще раз ударишь ракетами, мы тебе устроим старинную обрядовую церемонию пульсей Денура. Да бог его знает, я не знаю, испугался ли он конкретно этой старинной обрядовой церемонии, но на вот таких суеверных людей, конечно, это производит все большое впечатление, и мы видим, что он с преувеличенной серьезностью реагирует на каких-то шаманов, которые произносят какие-то речи и так далее. И даже вот в этом его поведении, когда он многими месяцами не встречается с живыми людьми, а если встречается, то сидит за десятки метров от них и вот это какая-то совершенно выдающаяся трусость в отношении общения с людьми, это все тоже, мне кажется, из этой, так сказать, из этой сферы, это не только вопрос там санитарии, гигиены в эпоху ковидной эпидемии, это еще и вот какие-то эти истории со сглазом, с тем, кого можно называть, нельзя называть, история про то, что Навального нельзя называть по имени, тоже как-то большое впечатление на протяжении многих лет. Не упоминай всуе. Очень это было демонстративно, ну не демонстративно, а как-то заметно. В общем, короче говоря, ну абсолютно понятно же, что мы имеем дело с человеком в прямом смысле этого слова свихнувшимся, как бы здравый человек, здоровый психический человек, не погрузил бы страну, не погубил бы ее так, как он ее погубил, не погрузил бы ее в то, во что он ее погрузил, имея в виду хоть какую-то вообще перспективу, для здорового человека это было бы невозможно. Безотносительно к тому, насколько он заблуждался относительно там по поводу окружающей действительности, это действительно так, потому что, конечно, многие решения Путина объясняются просто тем, что он очень плохо представляет себя, как мир вокруг устроен. Он как-то мало что видел в своей жизни, он мало где был, у него очень ограниченные источники информации, эти источники информации крайне ненадежные, искаженные, и, конечно, весь поход в Украину с идеей через два дня устроить парад на Крещатике, это как бы продукт глубокого незнания того, как устроена жизнь вокруг, но даже безотносительно к этому, это еще и просто безумие, просто реальное, обыкновенное, настоящее безумие, мы имеем дело с человеком, психика которого разрушена вот этим многолетним пребыванием в одиночестве, в замкнутом информационном пространстве, под постоянным страхом, он чудовищно боится и бесконечно говорит о безопасности, о том, что он не может сказать того и этого из соображения безопасности, одна его история с детьми, чего стоит, которых он за все эти годы не смеет назвать по имени. Господи, дети у него живут как разведчики нелегалы, с какими-то придуманными фамилиями, с придуманными фамилиями, что называется легенда прикрытия. Конечно, да, никогда не существует его собственной речи, он своих собственных дочерей называет эти женщины и так далее. Буквально, на самом деле, так это ровно и происходило. Вот, и, ну, психика его разрушена. Это факт. И, кстати, именно это объясняет, я бы сказал, ненадежность прогнозов по этой части. Потому что люди, которые как-то думают о том, что происходит, и пытаются это проанализировать, и пытаются построить какие-то прогнозы, они все-таки исходят из какой-то логики, из какой-то целесообразности, из того, что вот это приведет к таким позитивным последствиям, и к таким негативным последствиям, баланс между позитивным и негативным, вот такой. Из этого можно сделать такие-то выводы. Выяснять, что это совершенно не работает, когда мы имеем дело с реальным сумасшедшим. Вот. И это и дальше так будет. Я думаю, что мы еще увидим как-то много решений, к сожалению, по большей части чудовищных. я как-то очень беспокоюсь за Запорожскую атомную станцию, скажу честно. Очень беспокоюсь, потому что нормальному человеку не пришло бы в голову с этим играть и с этим шутить. А ненормальному придет запросто. поговорит куда-нибудь, съездит в какую-нибудь пустынь, спросит разрешение у кого-нибудь, ну и что-нибудь устроит. Запросто. У него как-то другие представления о том, как-то... Ой, как говорится, типун вам на язык, Сергей Борисович. Да, 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 ну да, но уже один большой типун растет на моем языке с 24 февраля. Ах-то мы же все были уверены, что... Нет, это невозможно, потому что это слишком губительно, потому что это конец России, потому что это исключает Россию из числа живых, превращает ее в страну-изгоя, не имеющего... не имеющую никакого будущего. Нет, это невозможно. Оказалось, что для безумца возможно. Вот. Теперь опять моя очередь. Да, да. Я бы хотел поговорить про то, что происходит с украинской экономикой сегодня. Прежде всего с сельским хозяйством. Последние недели было много разговоров о судьбе предыдущего украинского урожая, о судьбе украинского зерна. Все как-то правда сконцентрировались на зерне, а лично меня гораздо больше интересует судьба украинских семечек, потому что подсолнечное масло это очень важная вещь, и Украина стоит как-то очень особенно в этой индустрии. Но это все касалось предыдущего урожая, и того, что будет с этим зерном, с этим подсолнечником, с этим маслом, как его смогут вывести, смогут ли этот процесс собственно сейчас продолжается. А что сейчас? Что с украинским сельским хозяйством? Что с украинским черноземом? Где то посеяно, собрано, в каком это находится состоянии? Может ли Украина продолжать вести такого рода деятельность, или она целиком сконцентрирована на войне, каков ущерб этой сфере и так далее? Вот что меня интересует. Ну, честно могу сказать, что я небольшой специалист в узких сельскохозяйственных вопросах, но в целом ситуация примерно такая, что по прогнозам в этом году Украина сможет, я подчеркиваю, это вопрос не о размерах урожая, а вопрос о том, сколько урожая сможет Украина собрать в 2022 военном году. Выясняется, что на 40% меньше, чем в прошлом. Я напомню, что прошлый год был необыкновенно успешным для украинского и российского хозяйства. Это был, по-моему, самый успешный, самый урожайный год в истории. примерно 85 миллионов тонн зерновых разных. Это вот и пшеница, и прочие культуры было собрано в 2021 году. Другое дело, что возникли проблемы с логистикой. Мы за всей этой историей следим. Она, кстати, не закончилась, она только развивается, только пошли первые конвои, о которых удалось договориться на очень сложных переговорах при посредничестве президента Эрдогана. Но в любом случае прогноз такой, что 48 и 50 миллионов тонн разных зерновых удастся собрать в этом году. при том, что в предыдущие годы урожай был от 60 до 85 миллионов тонн, к чему в общем-то привыкли. Дальше я могу приводить конкретные цифры. Сколько ожидается от кукурузы, больше всего, кстати, от кукурузы 24 миллиона тонн, пшеницы 18-20, ячменя 5 миллионов, вот что касается маслячных культур, то подсолнечник твой любимый 10 миллионов тонн, соя 2,5-3, рапс 2,5, суммарно, если все это посчитать, там где-то 65 миллионов тонн, но дальше все упирается в логистику. Понятно, это не только логистика, понятно, что во многих областях Украины, которые были традиционно сельскохозяйственными, та же Херсонская область, но о какой уборке урожая сейчас всерьез может идти речь. Это район военного противостояния. Понятное дело, что многие люди ушли на войну, соответственно, в сельском хозяйстве не хватает рабочих рук. Понятное дело, что даже в тех районах, где относительно безопасно, все равно совсем другим настроением, если угодно, люди выходят, даже те, которые имеются, те, которые есть, выходят на эти самые сельскохозяйственные работы. А вдруг прилетит? Конечно, честь и хвала тем людям, которые продолжают убирать урожай, продолжают сеять озимы, но человек остается человеком. нужно делать поправку на неблагоприятные военные условия. Ну да. Есть такой замечательный пример из области сельского хозяйства. Вот в 1945 году во Франции, когда война закончилась, был первый урожай винограда. И народ, первый послевоенный урожай винограда, и народ, который наконец-то зажил нормальной, мирной, послевоенной жизнью, с таким энтузиазмом, так засучив рукава, взялся за эти самые сельскохозяйственные работы на знаменитых французских виноградниках, что вина 1945 года во Франции оказались там чуть ли не самыми лучшими за все 20-е столетие. За счет человеческого фактора. Ну, конечно, там и погода была хорошая, и с погодой повезло. Урожай, кстати, был не очень большой, но вот тем не менее все, скажем так, историки французского виноделия пишут об этом удивительном кейсе. Вот самый выдающийся в истории 20-го века урожай французских вин, это урожай 1945-го года. И вот я очень надеюсь на то, что когда наступит мир в Украине, будет тоже очень крутой урожай. Но, конечно, сейчас не только в сельском хозяйстве, в целом в Украине колоссальные экономические проблемы. Посмотрите, мы говорим о трагедии Мариуполя, стертого с лица земли, но ведь Мариуполь это еще и крупнейший центр металлургической промышленности Украины. мы говорим о бойцах Азов-стали, но Азов-стали это еще крупнейший металлургический комбинат, а он не один. И как раз вот все эти районы на востоке Украины в промышленном отношении это наиболее развитые раньше были районы, которые давали значительную часть валового внутреннего продукта ВВП Украина в значительной степени складывалась из-за того, что производила промышленность на востоке, причем вот после 2014 года, когда началась гибридная война, поначалу локальная ограничивавшаяся только часть территории Луганской и Донецкой областей, тем не менее большая часть промышленного востока оставалась под контролем Киева, под контролем центральной украинской власти, там продолжалась нормальная экономическая деятельность и по-прежнему значительную часть украинского экспорта и соответственно поступление украинский бюджет составляла продукция металлургическая а также горно-обогатительной промышленности сейчас все это конечно в плачевном состоянии и каждый каждый месяц Украине нужно дополнительных вливаний порядка 5 миллиардов да я смысл цифру да то есть 60 грубо говоря 60 миллиардов долларов в год для того чтобы сводить концы с конца для того чтобы это это не считая разного рода безвозмездной или отложенной помощи вот такая вот такая вот картина к сожалению не очень радостная но самое главное что я лично не вижу социального пессимизма извини используя может быть такой немножечко старинный немножечко пафосный стиль я вот скажу что все-таки я не вижу этакого социального пессимизма я вижу что люди во всех отношениях как говорится уперлись рогом и в военном и в гражданском а мы будем воевать до победы а мы будем работать для того чтобы Украина выжила и победила в этой связи вот последний вопрос у меня к тебе поскольку время наше как говорится нерезимое извини последний вопрос к тебе поскольку время наше ограничено все-таки какими-то разумными рамками вот скажи пожалуйста самый на твой взгляд вероятный или реалистический прогноз развития событий если говорить о событиях на фронте на войне а также вокруг войны прежде всего с собой Россию я очень пессимистически смотрю на ситуацию в том смысле что я в моем представлении в моем видении нам всем предстоит очень долгая война это быстро не кончится я думаю что наиболее вероятный сценарий заключается в том что Россия агрессор сейчас вцепится в то что ему удалось уже захватить будут предприняты громадные усилия для того чтобы организовать и военную оборону этих территорий и обработать местное население запугать его в какой-то ситуации подкупить его скупить его будут все эти референдумы будут бесконечные вливания в эти оккупационные администрации которые везде создаются и в той части Херсонской области и в той части Запорожской области которые оказались оккупированы и в Луганской и Донецкой Россия будет держать зубами это и пытаться это как-то заморозить вот сейчас будут попытки как бы стабилизировать этот фронт и стабилизировать ситуацию и перетянуть на свою сторону европейских политиков с тем чтобы они тоже говорили ну хватит давайте на этом остановимся давайте как-то вот установим как-то зафиксируем статус кво перейдем к переговорам к обсуждению к тому к сему вот как-то все все политические усилия россии и все военные усилия и все экономические усилия будут направлены на это удержать а зачем удержать для того чтобы перегруппировать освежить пополнить силы произвести боеприпасов закупить где-то недостающих составляющих западного происхождения которые как мы теперь знаем есть в каждой российской ракете в каждом российском дроне в каждом российском танке в каждом российском самолете нужно время для того чтобы с этим справиться и российский диктатор будет пытаться выиграть это время а потом пойти дальше и мне кажется что если им удастся зафиксировать ситуацию вот так это означает что война не кончилась а в ней наступило все как с раком как бы это не выздоровление это ремиссия а потом будет рецидив вот мой прогноз к сожалению такой и на мой взгляд опасность для мира в том что оно застрянет оно зафиксируется вот в том положении в котором оно есть сейчас и российскому террористическому режиму удастся вынудить Европу и мир к тому чтобы согласиться с этим понятно что Украина с этим ни за что не согласится но речь ведь идет еще и о давлении с другой стороны вот такой мой прогноз он мрачный и я думаю что очень многое зависит от того что произойдет буквально в течение ближайшего месяца двух удастся ли вернуть часть этих территорий сдвинуть этот фронт не дать ему зафиксироваться в том положении в котором он есть сегодня вот так ну что ж Сергей спасибо большое спасибо Женя очень рад очень рад был поговорить смотрите этот разговор не только на нашем канале который называется Евгений Киселев вот просто так но и на канале который называется просто именем и фамилией моего собеседника на канале Сергея Парковенко тоже я выложу этот разговор в ближайшие же часы так что и мои подписчики тоже смогут смотреть я думаю что они обогатят так сказать свою подписку за счет твоего канала а твои за счет моего ну что ж всех благ спасибо счастливо счастливо субтитры